Курск Сити. 20 лет работаем для вас. Студенты Юго-Западного Государственного Университета, прибывшие на обучение в Курск из стран ближнего зарубежья, приняли участие в уникальной спасательной операции, а также узнали об основных мерах безопасности на воде в зимний период. Ползаешь и какую-то палку держишь, какой-то предмет. Можно даже шарф снять, можно даже курску снять, один рукав куртки, можно палку, можно все. И не доползая метра полтора, подать палку. И потом без рывков вытягивать. Начнешь рывками вытягивать, он обвалится. Если потихоньку начнешь тащить, вытащишь его. Обучающее занятие для ребят провели сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области. Иностранные студенты, их было порядка 15 человек, очень интересовались, как нужно себя вести на льду. Также интересовались, что нужно делать, чтобы человека спасти, и как самому действовать в случае, если они провалились. Мы им рекомендовали на неокрепший лед не выходить. Объяснили, какой лед является окрепшим. В данный момент из-за перепада температуры лед рыхлый. Потому что он, несмотря на то, что он может казаться довольно прочным, он хрупкий. Спасатели рассказали студентам, какой опасен стоит лед зимой, напомнили о правилах поведения на воде и основных средствах спасения в случае провала под лед. Иностранцы примеряли на себя спасательные жилеты и попрактиковались забрасывание конца Александрова. В этом случае лучше не приближаться к тунувшему, а на расстоянии помочь кинуть веревку. Если таких атрибутов не будет, то можно использовать шарф, либо палку, что мы найдем, и притянуть себе, возможно, если наша сила позволяет. А если нет, то лучше ждать МЧС. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.